Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Путь Правды. В студии для вас сегодня работает Дмитрий Зиньковский. Сегодня у нас в студии гости из солнечной Франции Жан-Франсуа Жендрей, француз, представитель ассоциации инженеров Франции и его переводчик Светлана Киселева, президент гуманитарной ассоциации Новополь. Бонжур! Здравствуйте! Бонжур! Жан-Франсуа, расскажите, пожалуйста, о себе и о своей цели приезда в Донецк. Жан-Франсуа, я могу вас представить и сказать несколько слов о вашей цели приезда в Донецк. Меня зовут Жан-Франсуа Жендрей, я являюсь инженером по образованию. Я приехал в Донецк в рамках конференции ДСИС, Донецкие летние университеты. Цель этой конференции продвигать мир на Донбассе при помощи обучения. Когда я как инженер услышал об этой конференции, то я подумал, что сеть, общепная сеть французских инженеров могла бы оказать помощь Донбассу. На меня произвело глубокое впечатление, когда я смотрел уже кадры с момента мутливского Евромайдана, и потом я узнал о том, что население юго-востока Украины подверглось нападению со стороны людей, которые носят свастику. До этого об Украине я знал совсем немного, но в основном слышал во время своей учебы о том, что здесь, на Украине, очень высокий научно-технический потенциал. И мне было непонятно, что в Европе в нескольких часов своего лета от Парижа происходят вот такие бесчеловечные убийства. Меня также потрясли кадры с убийством мирных демонстрантов в Доме профсоюзов, когда цифры здесь варьируются, но было видно, что вот эти мирные манифестанты, они были убиты самым бесчеловечным и чудовищным образом. К сожалению, официальные СМИ во Франции крайне мало освещали вот эти все вопросы, поэтому пришлось перебегнуть к альтернативным источникам информации, к интернету, чтобы, когда мне захотелось узнать побольше. В дальнейшем я также видел кадры с бомбардировками Донбасса, и очень сильно меня потрясли кадры, когда был обстрел луганской администрации, и эта женщина, которая просто в прямом эфире умерла на наших глазах. Я также узнал о том, что к республиканской армии на Донбассе присоединились французские добровольцы, и я тоже горел желанием поступить таким же образом, поскольку сам я офицер запаса. Для меня был очень понятен их порыв, то, что они приехали сюда на помощь людям, которые защищают с оружием в руках своих братьев и сестер. Затем я узнал о том, что наступило относительное затишье после заключения так называемых минских соглашений. Как раз в этот момент я услышал о том, что организуется такая конференция в СИС, и я задался вопросом, как я могу в ней участвовать, какие темы можно было бы поднять, чтобы показать реальную помощь населению Донбасса. Мы также обсуждали эту тему и с моими коллегами-инженерами, и также с руководителями предприятий. Возможную помощь мы для себя определили по трем направлениям. Это часть реконструкции жилищ, которые пострадали на Донбассе, помощь в организации промышленного производства, и также помощь людям, которые получили тяжелые увечья в результате обстрелов и стали инвалидами. Жан-Франсуа, скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь помочь людям Донбасса? Как эта помощь будет выглядеть? Жан-Франсуа, я могу сказать, пожалуйста, как вы видите эту помощь, которая может выйти из Франции к population Донбасса? Конкретно, что это будет возможно сделать? В первую очередь, помощь будет идти через расширение информационной работы, поскольку на Западе, в Европе, люди очень мало, к сожалению, знают о том, что происходит реально на Донбассе. Затем посмотреть, какой здесь уровень научной базы, производственной базы, пообщаться с моими коллегами, местными инженерами, чтобы узнать, насколько мы друг друга понимаем, говорим ли мы на одном языке. И третий важный момент, с учетом того, что здесь очень большие были разрушения, разрушена экономика, какие инвестиции могли бы привлечь финансовые потоки на Донбасс. Жан-Франсуа, как вы считаете, почему французские СМИ держат такую общую политику правительства, поддерживают ее однобокую? — Почему, selon vous, Jean-François, les médias officiels, les médias mainstream, ils prennent parti et défendent plutôt une seule position? — Я, как человек, практически, я просто констатирую факты. Но когда я увидел, что события, вот эти чудовищные события, произошедшие в Одессе, и посвящено всего пару струсик мелким шрифтам, то мне показалось, что что-то здесь не так, что-то ненормально, не только во Франции, но и во всей Западной Европе, и во работе других странах. Но если вы зададите вопрос с простым французом, потому что я здесь с частым визитом, лицо сугубо нейтральное, но простой француз вам бы сказал, что, по сути, во Франции пресса не настолько свободна, как нам бы самим хотелось, и как это может показаться со стороны. — Мы об этом знаем. Хотелось бы знать, что французы сами по себе, они знают о том, что происходит на Донбассе, или нет? — Мы знаем, но мы хотели бы задать вопрос, что французы действительно знают, что происходит на Донбассе? — Я бы сказал, что информации крайне мало, о дополнении французских инженеров. Поскольку у них насыщенная профессиональная жизнь, то они мало времени уделяют тому, чтобы сами поиску этой информации из независимых источников не смотрят телевидение. Поэтому все то, что происходит здесь, я узнал, по сути, совершенно случайно. К сожалению, это было не из официальной СМИ. — Вы сказали, что явились сюда с миссией еще инвестирования. То есть можно сказать, что наконец-то в Донецкую Народную Республику поехали инвесторы. И в таком случае, каким образом будут проводиться инвестиции? Или это технические какие-то ноу-хау, или оборудование? Что это будет? — Вы оборудовались, что у нас есть инвестиции возможных инвестиций, которые в экономии в Донбассе. Это насыщает сильно, потому что, наконец, у нас будет финансирование финансирования, которые будут в Донбассе. Как вы видите, это через инвестиции инвестиций? — Есть два типа проектов. Это, с одной стороны, проекты инновационные, ноу-хау, но также и прямые инвестиции. Как простой человек, я считаю, что в первую очередь людей здесь нужно накормить, обеспечить им тепло. Вот это вот основной приоритет. — Я знаю, был ваш визит на один из заводов донецких. Расскажите, пожалуйста, об этом. — Я посвятил несколько предприятий, производства, что стало возможно непосредственно благодаря депутату Народного Совета Владиславу Бригу. Я безмерно за это признателен, поскольку благодаря этому я смог пообщаться с коллегами, со специалистами и понять, что мы, в общем-то, общаемся на одном языке. Настолько это было интересно, что я даже хотел посетить больше предприятий. К сожалению, время моей поездки ограничено. В ходе наших визитов мы встретились также с представителями инновационной администрации, благодаря этому я посетил предприятие, научно-техническая база которого находится на крайне высоком уровне. Кроме того, на вот этих предприятиях, которые я посетил, я увидела, что в своей работе они используют одно и то же программное обеспечение, что и мы. За счет этого процесс может быть только ускорен. Как по вашей оценке уровень технической оснащенности Донецка, Донбасса? Я вам только один сегодняшний пример приведу. Мне на производстве приходится производить формы для отливки деталей. Я увидел, что здесь, в общем-то, продукция совершенно конкурентоспособна. Применительно к Донбассу, я все-таки говорил, вел речь не о конкуренции, а скорее о кооперации, о сотрудничестве. И с этой точки зрения можно здесь запустить очень интересные проекты. Жан-Форта, я знаю удивительную историю о том, что ваш отец воевал в партизанском сопротивлении Маки. Расскажите, пожалуйста, нам об этом. Да, и мой сын также. Потому что мой сын тоже интересуется Восточной Европой. И, возможно, он даже лучше, чем я, знает о том, что здесь происходит. Но если вернуться к моему отцу, то 71 год назад его освободили из застенков дестапо, когда он участвовал в сопротивлении в департаменте Н и Юра. Он был совсем молодым в то время, и вместе со своими одноклассниками, учениками военной школы, они решили уйти в партизаны. Самому младшему было 16 лет, а их командиру всего 19. Отряд, в котором принимал участие мой отец, он был очень известен во Франции, поскольку 6 июля 1944 года они взорвали 32 эшелона. Поэтому отец мне всегда говорил, что русские солдаты, советские солдаты, они всегда дороги их сердцу. То есть для вас они освободители, на самом деле, они захватчики Европы. Это означает, что у вас, мы считаем, что у вас, на самом деле, они считают, что они выбиратели Европы, а не они освободители. Да, да. Конечно. Хорошо. Жан-Француз, скажите, вы общались с дончанами, ездили по Донецку, экскурсии какие-то были проведены. Как вам дончане и Донецк? Знаете, Дмитрий, я был очень рад, предоставившись мне возможности пообщаться с дончанами, с людьми простыми из Донецка, поскольку те люди, кого я встретил, они были очень приветливые, очень дружелюбные, очень открытые. И что меня особенно поразило, что, несмотря на условия войны, эти люди держатся с большим достоинством, и город потрясает своей чистотой. Все это замечают, когда приезжают в Донецк, который по сути находится в блокаде, что город чистый, ухоженный, цветы, народ приветливый и улыбчивый. Но я знаю, что вы сегодня пришли с сюрпризом. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я слышала, что вы получили маленькую сюрпризу. Это сюрприз не только для вас, но это сюрприз и, по сути, для меня самого, поскольку госпожа Киселева, которая меня сопровождает, знает, что я приехал в рамках полного нейтралитета. Изначально я приехал просто, чтобы осветить объективную информацию, не становясь на чьей-либо сторону. Но мой отец всегда воспитывал меня против фанатизма фашистской идеологии. К сожалению, когда уже на месте я увидел, что здесь людей по сути истребляют самым чудовищным образом, то я понял, что здесь не место нейтралитету. Поэтому, Дмитрий, вот чем больше я здесь путешествовал, чем больше я встречался с людьми, все больше забывал о том изначальном нейтралите, не мог поступить иначе, как выразить полную солидарность с людьми здесь. Во время визитов по Донецку я встречался также с военными, которые подарили мне вот эту георгиевскую ленточку. Я им сразу поначалу сказал, что я не могу ее открыто носить. Вы знаете, вот сейчас я хочу при всех ее надеть. Несмотря на то, что я лицо частное, нейтральное, тем не менее, я хотел бы показать свою солидарность с народом Донбасса. Отец меня тоже в этом полностью поддержал, в морских войсках работал военным хирургом, сам увидел, что здесь люди просто потрясающие. Мы благодарны вам за это, за то, что мы надеемся, что все больше и больше количества иностранцев будут понимать, что происходит на Донбассе и принимать нашу сторону. Я знаю, вы ездили с экскурсией на Саур-Могилу. Расскажите вкратце об этом, пожалуйста, о своих ощущениях, эмоциях, что вы там увидели. Вы знаете, для меня это было большой честью, почти память тех, кто сражался за освобождение Донбасса в Великой Отечественной войне и также тех, кто погибли здесь летом прошлого года. Как человек, выступающий против фашизма, но так же как офицер запаса, который с большим уважением всегда относился к советской армии, для меня в первую очередь была честью почтить память погибших во Второй мировой войне. Моему поколению во Франции повезло, мы никогда не знали, что такое война. И когда я увидел с этим мужеством здесь люди, молодые ребята, сражаются за свою землю, устаивают право говорить на родном языке, чьи традиции, то для меня вполне естественно было почтить их память, поскольку я считаю, что они сражаются не только за свободу Донбасса, но и за нашу свободу жителей Западной Европы. Как член Французской ассоциации инженеров Харти, которая записана, что инженеры должны созидать, оказывать гуманитарную миссию, для меня было естественным поддержать людей, которые борются за свободу, в том числе и Западной Европы. Когда вы подъезжаете к Саурмобилю, то уже на подъезде увидеть разрушенные полностью дома, это все не может оставить равнодушным ни одного человека. Воздать дань почести этим людям, для чести не только для меня, но и для всех моих товарищей, офицеров резерва, церковь запаса военно-воздушных сил. Вы знаете, меня очень тронуло еще то, что я сам занимаюсь летным спортом, чту святой памяти эскадрильи Нормандия Немен, возлагая цветы Насару Могилы, я своего рода отдал дань памяти им. Это вот то, что я почувствовал, когда я склонил голову перед могилой неизвестного солдата на Саурмобиле. В конце такой вопрос, когда вас ждать снова к нам в гости, как скоро, и приедете ли в один, или с какими-то своими коллегами, инженерами? Вы знаете, я думаю, что я вернусь в ближайшие месяцы, и очень надеюсь, планирую приехать не один, не только с моими коллегами, инженерами, но и также с предпринимателями, которые смогут вложить деньги в развитие экономики на Донбассе. И на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу программу «Путь правды». В студии для вас работал Дмитрий Зиньковский, и сегодня в гостях у нас был Жан-Франсуа Жендре, француз, представитель Ассоциации инженеров Франции, и его переводчик Светлана Киселева, тоже гражданка Франции, президент гуманитарной ассоциации «Новополь». Спасибо вам большое, ждем вас в гостях снова. Спасибо. Спасибо. Спасибо, и за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Спасибо.